Привет, ребятки! Ну что, продолжаем записывать влоги. К сожалению, сейчас в основном будут темные, потому что, сами понимаете, темнеет рано. Сейчас прокатимся, доедем до Озона. У нас там посылочки пришли. Я тут заблаговременно вышел, чтобы прогреть тачку и сходить в СДЭК. Дело в том, что я снимаю на Sony X3000, и у нее очень старый аккумулятор, недолго держат. Заказал новую батарейку, вот, и сейчас ее заберу. Катюху сегодня записывать не буду, потому что у нее сильно опухшее лицо. Ну и, конечно, ей сейчас не до видосов. Но в целом все прошло хорошо. Забрал батарейку. Наверное, машина уже тепленькая. Сейчас заценим. Да, здесь уже тепло. Не включал электронный подогрев лобовухи, но от воздуха уже тепленькая стала. Сейчас вам покажу батарейку. Они на самом деле дорогущие, но я нашел классный вариант. Чувак, который ее из какой-то камеры достал. Она вообще нулевая, оригинальная, уже проверил. Вон даже по контактам видно, что она ни разу в зарядке не была. И серийный номер тоже пробивается на сайте. Все, класс. А эти картонки, знаете, зачем взял машину? Для того, чтобы проложить между бочонками. У меня там куча вот этой жидкости, неверной в зайке. И они трутся друг от друга, когда из упаковки хотя бы одну бутылку достаешь. Я не знаю, как вы, а мне очень нравится. Даже зимой используют водосгонку, потому что она, смотрите, идеально это делает. Ну, естественно, не должно быть налета такого жесткого наста. Иначе это все не сработает. Ну, смотрите, как смойки практически. Вот так вот. И катюхи на стекло сейчас. Вот, видите, чистота. Катя очень любит смотреть, когда я вытираю или протираю стекла. Для нее это прям АСМР. Все, практически готово. Все подряд, да, я рассказываю. У кого-то возникнет ощущение, что у меня словесный панус. Ну, блин, мне хочется все подряд записывать. Я надеюсь, вы не против. Ну, и пока жду Катюху, почищу мамину машину. Почему бы и нет. Все, мы в нашей деревне. Я забрал покупки Сазона. У нас тут держатель телефона на лобовое стекло. Катя будет записывать видосики. Может смотреть какие-то сериальчики во время поездок. И второе, это вот такая палка. Тестирование палки Уланзи UL41. Экшн-камера Соникс 3000. И дешманский свет. Прикольная конструкция. Здорово, Катюнь. Ну, лицо не буду пока. Просто такой, типа, привет. И приветики, пистолетики. Мы сейчас пойдем в Кае, в эту машину китайскую. И съездим на заправку. Машина стоит уже несколько дней. Плюс топлива не очень много. Сейчас мы ее немножко еще погреем. Я ее почищу и поедем. Это она ругается, что метка не внутри. А мам тут, смотрю, практически для всех расчистила. Ма. Мне не жалко. Ну, ты молодец, держи. Мне не жалко. Пусть пользуется. Ну, уже, конечно, когда я вернусь, место будет занято, скорее всего. Ну, что по машине сказать. Цветодиодные фары, белый цвет. Вот тут люк есть. Но я его, к сожалению, сейчас не могу вам продемонстрировать и открыть. Сзади она очень похожа на вот эти парки на BMW X6. Внутри там, к сожалению, не климат-контроль, а кондиционер. Сейчас, сейчас. Сейчас отряхну. Сейчас, пока вырубай, Катюнь. У меня тут мега-обзор. Вот. Хотя похож на климат. Ну, большой дисплей 12 дюймов. Вот тут цифровая приборка. Есть электронный этот ручник. Есть система автоматической остановки, чтобы на педали тормознижать. Подсветочка. Ну, эко-кожа, естественно. Не знаю, как летом себя поведет. Ну и вариатор. Как бы, что еще сказать. Подогрева лобовухи здесь нету. И я немножко не привык, то, что в другую сторону включается дворник. Сиденья электронегулировка есть. Подогрев зеркал вместе с задним. Да, вместе с задним. И руля есть. Тут отдельная кнопка. Так она 147 лошадей. Вариатор. А лечок ты показывал? Лечок. Ну, надо немного открыть. Но тут ничего не видно. Ну, сейчас да. Прикольно будет летом показать. Ну, или хотя бы зимой, когда будет солнечная погода и не заснежена. Да, нормальная тачка. Дороговато, конечно. Ну, потому что сейчас, в принципе, все тачки капец. Сколько стоит, блин. На рынок БУ зайдешь, охренеешь. Там вообще таксистки эти тачки, блин, с пробегом сумасшедшим по полтора ляма, блин, стоят. Это, я считаю, нормальный ценник еще. Самое главное-то я не сказал. Если что, CarPlay и Android Auto тут есть. Вот. А, нет, по-моему, только CarPlay. А Android работает. Вот, нажми. Вот, CarBit Link. Там, по сути, система, которая полностью зеркалирует экран вашего мобильного устройства. Поэтому вообще никаких проблем. Я знаю, что не во всех китайцах вообще, в принципе, есть CarPlay. Вот тут присутствует. Причем он хорошо очень работает. Да, работает хорошо, ничего не отваливается. Единственное, у меня в последнее время четко это вот проблема именно с Яндекс.Навигатором. Что на Volvo, на Skoda, что здесь он просто крашился и приходилось перевтыкать. Просто отваливается. Самый проводок, да, туда-сюда. Вот. А так, в принципе, тачка мягенькая, комфортная. Они уже повсеместно используются в такси в Москве. Задняя подвеска независимая. То есть она, ну, по подвеске хороша. Единственное, мне вот тут не сильно нравится посадка. Она высоковатая. А вы знаете, я люблю пониже сидеть. Вот девчонкам очень удобно. Это как раз для людей, которые низкий рост. Вот у тебя рост 164, у мамы там 160, там 158, ей вообще по кайфусь. Мне немного сложновато. Хоть я и не дядя Степа, у меня 176-177 рост. Вот. Ну, мне хочется пониже. Вот, смотрите, впереди только что завернула таксишка Каи. Буквально 3 минуты назад рассказывала, что они уже достаточно часто используются. Каи, Каи была. Угу. Сто пудов. Я ее просто заприметил там метров 500 от себя. Похоже. Я их иногда с Жаками путаю. И с БМВ. И с БМВ, да. А я помнишь, один раз издалека такой, о, Каи, подъезжаем, блядь, а это ИС-6. Ну, это вообще ржака, конечно, была. Я не знаю, может быть, мне кажется, что фары похожи. Ну, сами пишите в комментарии, типа, я прав, не прав. Действительно, есть ли сходства. А мы на Ярославке. Нам буквально еще 3 минуты. Заправим тачку. Вылезем. Посмотрим на снег. Он снова пошел. Красивенький такой. И поедем домой. Серег будем смотреть. Слово пацана хочу найти бесплатно. Все про него говорят. Классный. Но хочется заценить. Это не реклама, если что. Еще одну штуку забыл. Тут есть беспроводная зарядка. Только она такая отсосная. Вообще во всех машинах. Мне не нравится. От нее так телефон нагревается, да? Заметила. И еще и заряжается медленно. Все, безоухой ли. Сейчас 95-й экто залью. Ой. Блин, он примерз, падла. Пойду еще раз нажму. Вот тут, конечно, немножко неудобно. Или я не тот дернул, блин? По-моему, я, лошара, случайно открыл не бачок, а капот. Так, бег, бег. Не обязательно у нас дать соточку, дядьке. Где он лазит? Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. А что за машина вы? Кай, это я... Кай? Кай, как Кай, а то какая. А-а-а. Китай. Да, она красивая. Красивая? Нравится? Говорит, на Мазду похоже. Все. Как это не Мазда? Все, погнали. Старт записи. Ну что, едем? А, понятно. Ну, смотри, тут какой замес. Сколько людей стоит отдыхать. Будем наулку выходить? Или, ну, его нафиг. Ну, не знаю, как хочешь. Мне охота. Надо домой ехать. А мне надо пристегнуться. Я хотел добавить еще, наверное, свет включу, так будет лучше видно. Что нам подарили, когда мы эту тачку взяли? Зимнюю резину я выбрал. Там было три позиции. Я выбрал Нордфрост 200 Гисловед. Когда я залез на МОЗ Автошина, если бы я, ну, типа, сам покупал, небо обошлось это в 68 тысяч рублей. Поэтому это классный подарок. Что нам еще подарили? Сумоизоляцию, арок и днищи, да? Что там еще было? По-моему, еще бесплатная установка Регика, который, ну, Регик мы купили, а установка вам бесплатная была. Вот что ты... А, сигнализацию. Сигнализацию. Это самое главное. Ребят, вот в чем прикол этой машины? Здесь стоит Пандора. Пандора, да. Вот, и есть специальное приложение, то есть она дистанционно включается, там пополняется симка. Стоит это 4 рубля в день, 120 рублей в месяц. У меня Вольво стоит 11 тысяч за два года. И там всякие показатели передаются в этой сигнализации. Температура наружная, внутри там мотора, да, какие-то там маршруты можно смотреть, которые были... Да, да. Мне нравится то, что там есть вся история, когда ты заправлял машину, где-то останавливался, откуда ты начинал поездку, где завершил поездку, если кто-то ударил там ее, не знаю, сигнализация сработала, тоже это все приходит, оповещение. Ну да, у меня в приложении Вольво этого нет, и я забыл еще сетку нам подарили. А, да, радиатор. Да, чтобы всякие там камешки немножко крупными не залетало в радиатор. А брызговики, ты говорила, они... Брызговики, кстати, тоже подарили, да? Тоже подарили, да? Да, они отдельно устанавливаются. Я думала, они всегда идут в комплекте. Нет. Вот на Вольво они шли в комплекте, а для Шкода я покупал. Здесь они тоже покупаются, но нам их установили. Они, не скажу, что прям супердорогие, но сразу, знаешь, когда тачку берешь, там, и это три, и это пять, это там то, сё, и вот так вот накапливается вот такая достаточно значимая сумма, поэтому это все прикольно и удобно. А регистратор мы поставили, он так там, на самом деле, лаконично смотрится. То есть он не широкий, а узенький, он как полосочка, да? Вообще его не видно и стоит замечательно. Единственное, у него есть бесявая функция, я как-нибудь попрошу тебя обновить прошивку или что там. Он трекает контроль средней скорости на некоторых участках, заебывает, со страшной силой, конечно, так. когда только установили этот регистратор, я же скачала приложение, с этим всем разбиралась, он изначально диктовал все. Каждый знак скорости, там, ограничения, лежачий, короче, вот все на свете он диктовал. Я все выключила, но почему-то он продолжает диктовать именно контроль средней скорости. Я все приложение как бы просмотрела, я не нашла эту функцию, как ее вообще вырубить. Это очень бесит, потому что я звук регистратора поставила на минимум, и когда мы, допустим, включаем машину, он там говорит, вас приветствует, МИА, он это говорит достаточно тихо. А когда он диктует камеру средней скорости, то как бы это очень громко. Ничего себе, мы съездили, а мамка тут все так же с лопатой. А еще я, кстати, не сказал, то, что здесь есть 3D-обзор, да, вот такой. Ничего прикольно. Да. Только камеры надо чистить. В Шкоде-то одна, а здесь их много. И плюс, и минус одновременно. Получается, спереди, сзади, и еще в зеркала. Да, 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 да. Парктроники тоже есть, это вы уже увидели. И причем здесь, по-моему, и спереди, и сзади, да? Нет, только сзади. Но спереди есть камера. Ну да. Так, все, я вроде уперся. Все, по кайфу. Ну-ка. Сейчас, мы в магазине едем? Да, сейчас хлебушка возьмем, и все. Нажимаем вот эту кнопочку. Вот так. Мама подошла, смотри, нравится. Внемнень. Оп! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! какие у нас любопытные классные влоги я вот так вот сбоку буду снимать чтобы тебя не показывать идем за хлебушком магнит хочу лаваш плоский если коломенский будет классно было бы катька мучается и хочется хлебушка а есть она сейчас всякую перетертую еду крем-супы или супы ну он я татарин не можно как это ошибаться вот ну ничего катю через неделю будешь грызть специальным передо мной сидел баранки я вкусненькие и мне говорит ну на близне дал мне так облизнуть реально дал где облизнуть вот так вот сушечку она такая и семечки еще грыз зато я с утра когда встаю на работу ты еще спишь знаешь сколько раз я тебя завидовал вот такой надо брать хочется сушки и катюху дразню пора не другое кто до этого сосисона съела какой-то еще йогурт и в больнице два дня не ела даже почти три кутбисты блин яй богу можно чем глистов шутить просто я более более чем и личку давали к теме вот именно сейчас только всего баранки с йогуртом выставляете ребят целую бутылку чудо выпил баранок этих семак обожрался а я всего лишь там маленькую порцию пюрешки съела с этой сосисоны и активно взяла и он еще что-то про глистов не говорит ты вешу 71 не надо больше еды но мне нужно поправляться так что вот пытаясь 82 это для моего роста нормальный вес это на индекс массы тела у меня просто сто процентов почти ну типа рост минус то модель когда давай теперь проверим сколько у тебя на твой рост и вес мышечной массы а сколько 99 машины мы давай покажи банку виду вот так вот это у меня конечно да мужчина можно какую банку будешь какой-то сериале как говорил что-то с ноги в ухо темно и глухо замороженную прикольно заморожен или отмороженный отмороженный по мороженых мороженых классный серий мне понравился все ладно давай смотреть дальше я буду пить актимальков давай накрывай как там делаешь пиу да еще рано давай я это делаю в конце привет ребятки тоже на следующий день снимаем мы сейчас едем домой от мамы несколько дней у него пожили ну классно она нам помогла потому что я вечно на созвонах и тебя катюш покормила сейчас дома помонтирую естественно уже забыл как это делается два месяца вообще не открывал монтажку вот так на своей кровати поваляемся подурачимся легонечко а то тебе особо нельзя пожрём чего-нибудь серики посмотрю ну правда все можно было и у мамы делать она не очень хотела нас отпускать потому что мне нравится когда мы приезжаем но мне нужен комп я не могу за ноту сидеть монтировать конечно неудобно маленький экран вот такой ни о чем мы чуть пожрать нами вкусненького да возьмем тебе то особо твердую пищу не такие супчики пирожки там картошечку можно или хочешь закажи я тебе свою сделаю честно сделаю пюрешку возьмешь эти сардельки фудик который детский с индейкой вечер говядиной курицей это я тебе могу приготовить может даже кашку манную не буду правда там эти комочки заколебиваешься разбивать но не ты сказал скрэмбл могу могу пельмени тебе сделать покрошить их на несколько частей и поешь мешки уже потом буду когда отек спадет ну там еще в пельменях тесто тебе вроде как не особо ну да мне врач сказал то что мучное надо исключить первые несколько дней точно там просто мучное она формирует сильный налет чистить зубы тебе нельзя только ополаскивать сша я уже подумала я все не ела манную кашу манная каша это что это же мука но то же самое манная каша это но она пролетает она жидкая на зубах как хлеб вот какие-то булки она не остается ты как бы проглатываешь и все особого налета нет сама понимаешь консистенция пельмени там уже без вариантов ты как бы вгрызаешься в них в любом случае вот такая разница могу рисовую говорю сделать не хочу я молочную кашу больше но если есть картошка то давай сделаем без проблем перешку ты кстати это колотушку от манки взяла да взяла просто молочная каша их прикольно есть когда не горяченькие а мне горячее нельзя и надо ждать пока стынет а прохладную кашу есть не очень блин там еще проблемы есть прохладной каши потому что в любом случае покрывается пленкой молоке да и это пленка и овощи терпеть не могу прям с самого детства вот этот склизко это не очень не мы нашли варианты что могу поесть этот пюре с этими сердечками сварить можно опять супы из вкус вилл вот эти пюре с взять там с тыквой вот это все кати кстати понравился тыквенный суп с индейкой и причем я пробовала его вот первый раз жизни если бы не вот эта операция это наверное не попробовал я была уверена на все сто процентов что меня отвернет от этой еды смотрит мой канал давно знает я люблю тыквенный суп и особенно когда прикольно подают сверху маслица сливки креветки тыквенные семечки какой-нибудь багетик тебе вкусненький поджаренный греут ни разу не пробовала и думала ну вот я буду давить с этой фигней а я что-то разогрела несколько ложек съела думаю что вкусно-то так короче мне понравилось мне кажется я после того как восстановлюсь я продолжу его есть вот так вот катюха сделала вообще удобно держи чтобы не было видно что лицо опухло вообще кайф сейчас покажем распаковку чё будет есть катя ближайшее время ты будешь показывать да зарви его пофигу пальцем только не отрывлю так ну и что тут у нас петрушка книги тебе сметана сливки это взяли специально для картофельного пюре и теперь как тени до сессоны вот такие фудик а сардельки до яйцо куриное да это было блинчики вот такие с мясом я себе взял сейчас буду готовить 2 супа крем-суп с тыквой и курицы а лимонадики мне попить это у нас а клубничный масло еще один напиток с малиной колбасей и еще один напиточек вот этот вкусный соком манго маракуйя не знаю показывал на камеру или нет но мне понравился вот так вот потом еще что-то до закажем до пасечник а мы с катюхой решили прокатиться на ночь глядя первый час 019 едем сейчас по 1 тверской емской тут сделали иллюминацию к новому году я чё хотел сказать что уже в этом влоге но завтра для нас не уже даже сегодня юридически мы поедем и выберем елку у нас мне кажется появится такое новогоднее настроение в квартире и плюс снега много на улице мне кажется классная идея поедем наверное вашем там брат купил елку кстати очень неплохо смотрится невысокую взял где-то метр шестьдесят звезду такую красную глину повесил конечно не по размеру в топе я просто блин как на кремле а еще мы с катюхой может быть завтра доедем как как называется масло дотера короче дорогие какие-то масла и может быть выберем какой-то ел куда-то их тут чё там живые елки это конечно классно но блин потом собирать эти иголки мне как-то не знаю так жалко прикинь прийти в наш красивый лес и оборвать елки не многих покупают а хотя я вижу после нового года вот на студеном да там же растут они их реально обрывают вот смолочи жалко жалко мне прям вот смотри красота какая красиво в центре красиво я вообще уже говорил что в москве иллюминация просто топовая вот даже в гонконге не такая крутая эти прям то не спросим поднимается потому что в любом другом городе сейчас поедешь вот так в первом часу ночи все будет темно так людей будет мало а здесь такая движуха будто сегодня праздник и знаешь что я вот сейчас снимаю лобоуху думаю до нового года постараюсь убрать вот этот провод мы может быть поедем как раз на шкоде в автопутешествие на новый год может быть опять на кавказ если туда накопится снег и застынет нахрен все там вырвется корню а заказать я тупо не успею детальку вот эту два месяца будет идти на шкоде ты говоришь тут расход вообще очень экономичный плюс здесь спать тоже удобно спать здесь охеренно тут у меня ощущение что именно длина спального места даже больше чем во львешники говорю выглядит компактные но внутри тут место охереть много ну вот например мы катаемся 5 и 9 средний расход вообще огонь я расстроился исключительно даже не из-за колеса потому что мы его починили дешево из-за того что он не разодрал вот эту херобору и стоит это 19 тысяч рублей просто блин за какой-то бахрому срану но это вольво да там такие цены такой огромный красивый не знаю видно или нет а мы не будь дорогами приехали в глобус и сейчас выберем здесь елку народ трудится пока мы бездельный чем с тобой катюк все заставлено так непривычно девчонки мой тут уж минут лку взять или у меня есть я не помню новогодние еще не поворачивайся а то я случайно тебя засниму давай смотреть вот те игрушки и все на свете не ну это смешно кипарисовик ну да живое это огромные конечно даже диска шар есть вот собственно и елки 150 сантиметров 9 косарей цены здесь конечно не так полагаю высокие 30 тысяч блин зависимости от размера вот это очень красиво это причем по карте а если у нас ее нет то она стоит 19 косарей вот это совсем что-то не вот это дешманская да это прям хрень полная с шишками на вот это прям примерно то что я искала похоже на настоящую там еще есть чуть-чуть и вот это не нравится но сразу видно которые дешманские 4000 вообще смешно это 7500 может на дверку купим с такими-то ценами а вот она это ель который нам понравилась линда вот это еще неплохая она чуть посветлее амелия 15000 равно только рассветка отличается а так если вот как бы сравнивать елки чувствуется здесь очень крепкие такие элементы что тут смотрите дешманская все гнется нафиг надо порассуждать что делать либо ваш он завтра ехать и там смотреть либо инвестировать в елку много лет тоже дешевле они явно не станут те которые дешевские я уже показывал на камере все ветки гнутся но они выглядят ну не очень красиво конечно вот эта елка она даже пустая выглядит так прям празднично и и не надо сильно украшать а вот эти дешманские надо все просто обматывать чтобы скрывать их качество что думаешь сама слушай ну можно съездить еще в ашан посмотреть завтра вдруг там выбор побольше и ценник будет в любом случае эти елки не пропадут конечно да чё так жаба душит перед новым годом двадцатку считай плюс игрушки это блин давай да в ашане посмотрим не будем торопиться время еще есть пожалуй так сделаем либо может быть действительно все дешманские елки в таком целом диапазоне 37000 на все что нам понравится он будет от десятки но я не знаю ребят вы как бы сами тоже смотрите я вам показал но вот дешманские за 4 он пять тысяч ну чё-то прям совсем не нравится странного по вот 1800 друзья 100 сантиметров то она точно да она просто на пьедестале стоит поэтому кажется что он такая офигеть высок она не очень но они все вещи вот такие там прям я трогаю толстое железо ну добротно ну в принципе если без елки можно взять какие-то такие маленькие штучки чтобы как-то украсить квартиру вот это симпатично не понравилось давай правда сгоним завтра посмотрим если как бы не понравится и там ну что нибудь для украшения дома мы пойдем за семечками пойдем птичка да мы еще вы думали взять какую-нибудь может там свечку не знаю или ароматизатор там с мандаринками съели но это все пахнет ахимозно не то что химозно написано зимний мандарин ребят я не знаю как передать освежитель для туалета для туалета реально такой дешманский вот это еще красивая штучка и сюда свечку можно вставить и в темноте это все красиво будет выглядеть давай правда решим с елкой если как бы не зайдет и там это выбираем какие-то штуки снег искусственный но тут есть морозные узоры пойдем возьмем семечки полосатые которые вам показывал в прошлом влоге или поедем в сторону дома да давай или он бери и парисник себе слушают эти красивенькие такие да это живая да это живая она в горшке а ну да а пахнет мне не пахнет вообще ничего ну да особо не пахнет композиция еж и ель это батареек наверное нет вот игрушки елочные щелкунчик красивый кстати прикинь я не знаю что со мной произошло я до операции за несколько дней щелкунчика пересмотрела мультик который старый такой вообще без слов да я его смотрела да да что-то не знаю нашла его случайно на кинопабе с музыкой да без слов просто посмотрела про этих мышей я причем знаешь уже все мультик заканчивается я себя ловлю на мысли типа я просто включила посмотреть что там за картинка была я забыла и посмотрела весь мультик я так удивилась ну да прикольно все ребятки мы накатались стали в жопе мира не становится все меньше вот такие хаотичные сугробы появляются он казалось бы да три машины влезет но нет приезжает трактор соответственно сгребает туда кучу и и минус места ну а вот еще наглядное подтверждение все мы сейчас посмотрим сериал какой мы там с тобой начали на страже пляжа прикольно русский сериал тнтшный вчера начали смотрели четыре серии ну ничего затягивает и и чуть вкусненькая с тобой попьем да сейчас если вдруг не слышали катьского я себе часть сделала а я морсик себе да то что мы с тобой заказали во вкус вели вот такой денек у нас получился но опять же влог я не завершаю завтра поедем в ашан посмотрим елки сгоняем выберем масло к маме заедем тёмику пендаль дам опять у него спрошу он получил на этой неделе а тёмик а будет уга слушай ну по-доброму же смеемся все ребятки отдыхать отставить спать сейчас еще дойду до вольво я и не видел несколько дней хочу посмотреть насколько сильно меня замело заодно вам покажу проблему который пытался рассказать в центре кажется это было невнятно потому что я там замешкался ух да машина сугроб вот собственно какой слой глубокий блин это проблема конечно надо будет потом чистить взять лопату и вот это все разгребсти просто так я не выйду и про проблему вот эта часть не по моему стой все-таки страны ага вот тут у меня все разодрало ребят вряд ли конечно это видно тут большая такая прорванная херня вот это все он видите шатается так ничего понятно для меня есть работа надо брать лопату заводить немножко прокатиться на тачке туши на ней уже полтора недели не ездил уже тормоза наверно прилипли диску у колодки имеется ввиду пойдем снеговик домой уже добрый день друзья сейчас время уже три мы только поели и выползли на улку вчера после покатушек достаточно поздно легли смотрели еще сериал катя стала в двенадцать тридцать я в час тридцать потом я приготовил ее пюрешку эти фудик как их называются не сосиски а сардельки и сейчас как и говорил несколько минут назад мы поедем посмотрим масла елку вашан если там будут отсосные либо очень дорогие то купим венки какие-нибудь украшения венки на дверь такие новогодние вот ну и посмотрим через этого выйдет вот минус конечно катюх когда выходишь такое время один час и все стемнеет световой день просто минимальный ты чё все замерзла оку кожица у нас машины жопе мира он там далеке поставлена удаленного автозапуска нет вот на вольвы классно на в этом плане кнопку нажав приложение приходишь тепло хорошо она еще там так устроена клёво она сама включает подогрев сидений нужную температуру сейчас эти согре и включу тебе подогрев на трешечку русскате говорил надевать не подштанники или нет я дала не надо чем мы 7 за рулем почти полдня будем нет замерзла у тебя есть такие варежки большие от моей ребят если что и липок и на месте вот обратите внимание как все загажено но нашел одно местечко поставил тачку за 150 рублей в час и мы пойдем искать эти масла я почему акцент на парковке делал у меня один раз была история когда я перепутал машину и заплатил ехать зубному был на таганке заплатил два раза по 490 рублей и при этом поставил не вольво случайно а skoda а приехал я на вольво и мне в итоге прилетел штраф на 5000 рублей и в итоге моя парковка обошлась 6000 рублей замечательно вот такой его шарик а мы в районе беговой торговый центр как же он называется нифигасе тут здоровое здание он внутри дата c этого а ну все пошли перепрыгивать между прочим я когда выходил из машины наступил сугроб и не залетела кроссовки это конечно отстой ну давай может быть после вот этой хотя нет теперь с той стороны блин я боюсь а если он надедет случайного на такую лужу нам пизда ничего не понюхать ли тут просто по-моему дают заказы я вслепую не готов учитывать какие тут цены ну как же извините ну чё котел вон для йоги коллекция про который ты мне как раз говорила маленькие такие не но я правильно понимаю что одной капельки надолго по это да короче друзья какая-то странная контора очень похожа на 1 интернет просто так прийти понюхать масла невозможно надо запрашивать вкус тогда тебе дадут понюхать консультанты на стойке чтобы зарегистрироваться вообще какая-то дрочь тебя должен кто-то там пригласить спасибо и то ли как типа реферальная ссылка при этом если ты самостоятельно пытаешься зарегаться у дает тебе задают 100 вопросов и ннн кто у тебя там супруг его данные анкета там просто лютая какая-то лёши такую ни разу не реально очень много вопроса еще подхожу туда и спрашивают это точно анкета для обычного покупателя я не на работу устраиваться пришла я хочу просто масло купить зачем мне указывать там детей супруга и ннн и так далее очень странная система причем те кто там сидят они сами не знают девушка не знаю тут обычно просто так не приходят тут обычно приходят когда кого-то кто-то приглашает кто-то кого-то зовет и они типа его и регистрирует какой-то я говорю к это пирамида я уверен что на зоне все эти масла есть посмотри ну понюхать невозможно яндекс маркет я смотрел там ну там и покупая думаю не вот здесь берут просто с накруткой 100 рублей там 200 продаю все это дело ничего полезли аккуратненько так тяжело да отряхивай главный крутой бизнес чего могу сказать взяли клиентов потеряли причем знаешь и ребят это не мы тупые это реально там какая-то система дрожь женщина пришла говорит ну который просто покупатель говорит вы что-то купить хотите этот спрашивают конкретно что как будто ки это блин не знаю какой то такой товар что люди к этому готовятся заранее за год расписывают какие именно масла не хотят экономит денежку там копят блин пришла но я еще не знаю какие масла пару штук каких-нибудь выберем прикольных которые понравятся они идут туда целенаправленно знают за каким маслом какой набор вот все прям все четко знают и все закрыто когда я сказала типа ну не знаю так пару масел каких-то она так удивилась что я не в курсе какие именно масла я хочу взять как будто какие-то магические штуки не знаю так странно все это если почувствовала просто дурочкой а я так когда особенно анкету видел укажите свой поезд там супруга у него какой телефон там еще рост вес билетки кредит беру там какой-то со заявитель еще нужен вот ребят что вы не подумали что я звезда болт айди спонсора айди рекрута индексы всякие фиги индексы квартира я просто к тому что реально как будто ты за фсб просто все надо указать это правда похоже на какую-то секту вот клянусь может еще надо выписки там не знаю с трудовой книжки 2 ндфл прикольно же есть игры масло хочу купить часа фигня за выписка всех твоих расходов с банковской карты что может быть это анкета для тех кто туда работать устраивается подхожу говорю девушка я к вам не работать игре масло хочу купить но номер телефона я могу вам свой дать чтобы мне там присылали смски типа сак так удобно все таки на эту торпедку снимать она такая маленькая сейчас без палки снималки мы приехали в ашан мне сейчас так немножко пердак горел поворачивал там нам камень грузовичок чуть не снес зеркало вот прям там реально 5 сантиметров оставалось просто в наглую очень много не воспитаны от водителя конечно причем адресе диктов я максимально к отбойнику прижался он просто в наглую это сделал вообще такая мысль что он его просто не видел а сколько а сколько мы сейчас по трешке ехали видели всяких бмв это вот реально не шутка они не пользуются поворотниками от слова совсем ребят вы чё у меня была бмв я пользовался но многие просто не знаю что это такое им надо прям вот когда они тачку покупают спрашивать как опцию вам снимать поворотник это просто жесть народу кстати много ну а у нас продукты не интересует на только елки будет смотреть как я уже говорил заснеженные елки я не люблю вот это кстати ничего да и она достаточно такая крепенькая и стоит 7 490 на десятку стоит да вот это симпатичная нравится у меня же роста 64 если руки наверх поднимут и дома кошки вот это мне кстати тоже нравится калипсо неплохая это потемнее не знаю как есть так который похудеет вижу да карина микс 195 не ну вот это видно до 4 990 тут такая самом деле не особо хотя мне вот это нравится за 7 490 она 180 сантиметров сша тут елку покупать и отдельно вот этот стенд или она в комплекте ну выбирай однако вот это конечно прикольная за 18 она твердая да и она видишь пышная вот на фоне других после долгих обсуждений мы в итоге решили взять вот эту елку выглядит достаточно симпатично у нее рост 180 сантиметров уже тот свет выбрали немного игрушек я не буду показывать процесс сборки это будет у кати на канале и заодно у вас будет стимул посмотреть ее ролик ну что друзья я буду заканчивать этот влог елку купили сам процесс сборки повторяюсь уже будет у катюхи на канале в следующем видосе я вам покажу финальный результат надеюсь вам понравилось хоть влог и длинный получился все подряд снимал не забывайте поддерживать лайками комментариями это очень мотивирует снимать ну и пока до следующего влога